Недавно я прочитал вашу статью, в которой вы говорите, что мы можем полностью изменить свою личность. Достаточно просто потратить два дня на то, чтобы подумать, как мы хотим, чтобы нас воспринимали остальные. Но я всегда думал, что подобное – это лишь позитивное мышление, и в реальности такое не работает. И все изменения являются исключительно психологическими. Так что после прочтения этой статьи я в полном недоумении, и мне очень хотелось бы узнать об этом подробнее. Я мог критиковать позитивное мышление, потому что есть люди, которые через позитивное мышление преподносят духовное измерение. Это невозможно. Но вы можете немного изменить свою жизнь правильным мышлением. Конечно, можете. Не так ли? Стоит ли мне говорить об этом? Вы это знаете, не так ли? Да или нет? Разве? Вы не можете многое изменить в своей жизни с правильным мышлением. Определенно можете. Изменить свою личность – это как сменить одежду. Если вы начинаете одеваться по-другому, разве люди не будут вас воспринимать немного иначе? Да или нет? Да или нет? Конечно. Так что, изменить свою личность – это все равно, что сменить одежду. Люди будут воспринимать вас иначе. Вы замечали, что стоит вам поменять наряд, как люди вдруг начинают воспринимать вас по-другому. Не так ли? Так что, определенно, вы можете сделать это, используя мышление. Но если вы думаете о том, чтобы, используя мышление, прикоснуться к наивысшей природе, это бесполезная трата времени, потому что мышление все выдумает. В любом случае, ваша личность придумана, так что вы можете придумать другую. Истина невыдумана. Если вы ее придумываете, то обманывайте сами себя. Так что... Существует много измерений жизни. Столкнувшись с каким-то измерением, не запутывайте сами себя. В вашей жизни существуют разные аспекты, не так ли? Есть тело, с которым нужно обращаться определенным образом. Если я говорю, что физическое очень ограничено, значит ли это, что вам нужно отказаться от тела? Нет. Когда я сказал, что психологический процесс — это ерунда, что он не может привести вас куда-либо, это потому, что ваш вопрос касался духовности. Но личность — это социальное явление, не так ли? В социальном смысле ваша психологическая структура очень важна, не так ли? Нет? Не важна? Очень важна. Это разные аспекты вашей жизни. Если вы пытаетесь выдумать наивысшую природу в своем уме, то зря тратите жизнь. Так что в процессе жизни вы можете либо усложнить простое, либо упростить сложное. Какова ваша цель? Упростить сложное или усложнить простое? Какова ваша цель? Потому что жизнь очень коротка. Вы хотите получить максимальный доступ к жизни за то короткое время, что вы здесь, не так ли? Это фундаментальное желание человека. Человек хочет получить больший кусок жизни. Вот и все. Кто-то хочет достичь этого с помощью денег, кто-то думает, что это даст семья, кто-то думает, что власть. Но каждый просто старается получить больший кусок жизни, не так ли? У вас будет больше жизни, только если вы имеете к ней доступ. Кто-то думает, что получит доступ к миру, имея много денег. Кто-то думает, что получит доступ к миру, имея власть. Кто-то думает, что получит доступ к миру, имея любовь. Но в итоге вы хотите получить доступ к миру, не так ли? Вы хотите испытывать жизнь в большей мере, чем вы испытываете сейчас. Вы можете достичь этого, идя в обход, или же можете идти прямым путем. Если вы отбросите все лишнее, недавно я давал интервью одной популярной американской радиостанции. Я был в эфире, и ведущий спросил, «Садхгуру, одной строкой, что бы вы пожелали нашим слушателям?» Я сказал, раз одной строкой тогда так, «Никакой лжи, только жизнь». Это то, что одной строкой описывает духовный процесс. «Никакой лжи, только жизнь». Вот и все. Сейчас вас окружает облако лжи, и поэтому вы не можете получить доступ ни к чему. Если вы отбросите все это и непосредственно прикоснетесь к жизни, это и будет духовный процесс. Если вы больше ничего не поняли, поймите это, никакой лжи, только жизнь.